Народная мудрость гласит, встречают по одёжке, провожают по уму. И знаете, это охренеть как работает с музыкой. Как определить, шедевральный альбом или нет, не слушая его? Я вот знаю. Просто взгляните на его обложку. Если 90% цветовой палитры составляет розовый цвет, поздравляю, вы нашли сокровище. По непонятной мне причине, альбомы с розовой обложкой содержат в большинстве своём кучу красивых, бэнгерных, эмоциональных и просто хороших песен. Как мне кажется, розовый так сильно цепляет глаз из-за того, что в природе он встречается крайне редко. Отлично контрастирует и с серой палитрой города, и с зелёными красками природы. Поэтому он и не может не привлекать внимания, как в хорошем, так и в плохом смысле. Розовый всегда считался нежным, но в то же время сентиментальным цветом. Цветом весны, мечты и надежды. Соотнеся в вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что значения и ассоциации, связанные с розовым цветом, отлично коррелируют с посылами и настроениями этих альбомов. Насколько эпичен Sunbatter, наивен Loveless и сентиментален Игорь, настолько эпичен, наивен и сентиментален розовый. Но теорию и символизм цвета давайте оставим Гёте, а про эти альбомы поговорим потом. Сегодня я расскажу вам про альбом, что смог совместить в себя абсолютно все эти настроения, а именно «I want to be there» от One Land Band'a Sadness. Почему же вы должны его послушать? А вот почему. Вы спросите меня, кто такой этот товарищ Грусть? А я вам отвечу, что это съедобный гриб, родом личник семейства Строежковой. А это 25-летний паренёк Дэмиен, что родился в Мехико, а ныне живёт по самым, что ни на есть канонам Мидвеста, в Иллинойском пригороде. От коллег по цеху его отличает какая-то невообразимая продуктивность. Открывайте калькулятор. От именно только Sadness он выпустил 35 альбомов, 12 EP, пару синглов и компиляций, а всего у него около 20 проектов, на которых хотя бы пара релизов да есть. Все они заслуживают внимания, особенно эти два. Но Sadness всё-таки ушёл намного дальше остальных, выйдя за рамки стандартной блэкухи. Несмотря на то, что релизов у Sadness хоть жопой жуй, язык не поворачивается назвать его конвейером по производству музыки, ибо в каждом альбоме кто-то может найти для себя что-то интересное и близкое. Проектом Дэмиэн занялся ещё в 2014 году, когда ему было 16 лет. Это была не первая его попытка в музыку, так или иначе что-то выходило ещё с 2008 года, в большинстве своём black metal. Поначалу Дэмиэн решил не изменять традициям и начал записывать альбомы в жанре DSBM. Вообще, его творчество следует разделить на два этапа. «Тёмный», который продолжался года эдак до 2017-го, и «Светлый», начало которому положил кое-какой другой шедевральный альбом, о котором мы поговорим в следующий раз. Особняком среди всей огромной дискографии Sadness стоят как раз-таки два этих альбома, один из которых мы сегодня и разберём. «I Want to Be There» вышел как раз в тот момент, когда общее настроение музыки Sadness начало меняться в более светлую сторону. Разразился будто гром среди ясного неба, не могу по-другому описать. На нём всего шесть треков, которые, однако, впечатляют своей продолжительностью, преодолевая порог в пять минут, что, кстати, ещё довольно мало по сравнению с некоторыми его другими работами. Открывает альбом наиболее привычно звучащая для Sadness композиция «In the Distant Travels». Да, она звучит наиболее привычно, но при этом выделяется на фоне работ «Тёмного периода». От него там только истеричный крик, в котором, впрочем, можно различить вполне себе красивый и лишённый какой-либо депрессивности текст. «Инструментал», на первый взгляд, тоже привычен для блэкгейзового творчества товарища, но нет. Вы просто послушайте, насколько эйфорически он звучит. Такого в старом его творчестве вы не услышите. Однозначно классный трек, что отлично показывает все основные фишки Дэмиана и вводит в общее настроение альбома. А дальше? А дальше идёт то самое сокровище. Уникальный экспириенс. Слушать всем. «I want to be with you». Он просто шикарен. Чистые гитары, перерастающие в оркестр из красивейшего шума. А потом... Знаете, я никогда не думал, что в блэкухе хорошо сработает хор, особенно детский. Но если так подумать, ну это же гениально. Как инструментал представляет из себя шумный саундскейп, где куча слоёв чего угодно сливается воедино, так и хор по сути является такой же однородной звуковой массой из множества голосов, что благодаря реверберации тоже становится одним целым. Меня настолько воодушевил этот трек, что я решил попробовать использовать эту фишку в своей песне релиз, кстати, 21 апреля. Именно подобные приёмы и эксперименты с аранжировкой делают Седнос не очередным блэкгейзером, а новатором. Ведь я уверен, что такое в тяжёлой музыке – огромная редкость. Шикарный трек, и Маслисон для всех. Идём дальше. «Моменс» – хоть и не самый интересный и выразительный трек на альбоме, обычный шумный эмбиент, но даже он способен задеть какие-то струнки души и натолкнуть, как мне кажется, на состояние, когда, знаете, просыпаешься утром, встаёшь и застываешь, сидя на кровати, то ли задумавшись, то ли наоборот отключив голову. Вот «Моменс» – официальная тема сидения на кровати с одним носком на ноге. Каким бы филером он ни был, своя магия в нём тоже имеется. Одноимённый трек тоже не пытается хватать звёзд с неба в плане музыкальном, но вот эмоции, которые он вызывает. Большая его часть звучит более меланхолично, чем остальные треки на альбоме. Там нет бласт битов или каких-то резких переходов. Чистая порция меланхолии. Но вот в конце происходит что-то невероятное, просто взрыв и эйфории, шума и мгновенный катарсис. Я не смог понять, о чём поётся в этом треке, но, знаете, это и необязательно в данном случае. Всё прекрасно передаётся и через музыку. Как и под остальные треки на альбоме, под «I want to be there» не стыдно и даже очень желательно пролить скупую мужскую, либо вовсе разрыдаться слезами счастья. «You dance like the June sky» по сути своей тоже вещь довольно уникальная и не похожая на остальные треки. По-детски наивное, ностальгичное вступление на вибрафоне, уходящее корнями в пост-рок и эмбиент типа Сигуррос. Резко перебивается охренительной стеной звука, от которой лично я не смог пуститься в пляс только из-за того, что в тот момент стоял на кассе в перекрёстке. Самый позитивный жизнеутверждающий трек на альбоме, а такое мы любим и одобряем. Итак, мы подошли к заключительному треку «Somewhere», который, честно говоря, меня сначала испугал. Вот вроде резких переходов на альбоме и полно, но именно этот заставил меня вздрогнуть. А вот концовкой своей он меня буквально смыл, ибо именно в ней, как по мне, содержится вся концентрация эпичности и шумности, что в комбинации заставляет просто улететь от звука в стратосферу и не возвращаться на землю ещё где-то час-другой, ведь целостный экспириенс от альбома оставляет тебя под впечатлением надолго, и я, например, не мог отойти от него целый вечер, настолько большой осадок оставила во мне эта работа. Одним из моих любимых факторов является то, что главным лейтмотивом альбома является его название, а также текст песни «I want to be with you». Почти все остальные треки, где текст имеется, заимствуют строки из этой песни. Как по мне, это и усиливает целостность релиза и делает его ещё интереснее. А теперь хочу ответить всем тем личностям, что называют «I want to be there» и клоном Санбаттера от Death Heaven. Ещё одной знаковой для Black Gaze группы. Вы, господа, слушайте жопой. Вот мой вердикт. Да, Санбаттер оказал огромное влияние и вывёл Black Gaze из Underground, но называть копиркой альбом, в котором общим с ним является лишь жанр, это верх невежества и неуважения к исполнителю. Я специально разобрал альбом Патрекова, чтобы нагнать хрон, чтобы показать все эти фишки, что отличают «I want to be there» от обычного Black Gaze альбома, коим и является Санбаттер. Я, если чё, Death Heaven не хаичу, наоборот, очень люблю, но отрицать то, что Дэмиан на своём альбоме экспериментировал намного больше, просто не могу. «I want to be there» — альбом действительно не для всех, но стоит вам отбросить музыкальные предрассудки и отдаться в объятия прекрасного шума, вы сразу всё поймёте и испытаете огромный спектр эмоций. Ведь весь этот альбом и каждый трек на нём — это ода человеческим эмоциям. Музыка Sadness, вопреки названию, имеет довольно простую цель — показать то, что грусть — такая же эмоция, как и все остальные, и что после печали всегда наступает радость. Огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось и вы дальше хотите узнавать о самой интересной музыке различных жанров, то можете поставить лайк и подписаться. Надеюсь, сегодня я ответил на вопрос, почему ты должен послушать альбом Sadness «I want to be there». Я ебался два месяца назад. И больше ни разу с того момента. Теперь я слушаю Блэйда. Субтитры создавал DimaTorzok